Спереди противника! Все чисто, Металл-1. Терминал системы наведения должен быть на главной панели, Сэр. Капитан. Я у терминала, Итан. Ты разблокируешь захваты, я активирую систему наведения. Просто блокировал аналейники. Я могу разлокировать и освободить корабль вручную, но один я не справлюсь. Я вернусь. Нет времени. Излучение ядра может отключить мой процессор. Взломайте меня и берите управление на себя, Сэр. Воспользуйтесь модулем взлома. Я вижу, где вы, Сэр. Ладно. Готово. Немного странно. Странные ощущения, Сэр. Что дальше? Распределительное. Идите вдоль труб. Трубы приведут в распределительное, Сэр. Рэй, к нам приближаются изминцы Сэр. Отцепляй нас, или мы трубы. Вытащим предохранители, перегрузим сеть, расплавим ролейники на слюбы. Итан, зачем тебе я? Ядро обладает электромагнитными свойствами. От замыкания мой процессор может отключиться. Вы поможете мне перемещаться. Помогите мне попасть в распределительную, и я мигом устрою перегрузку. Мои шасси рассчитаны на куда более высокие температуры, Сэр. Двигайтесь дальше. Зал с ядром прямо по курсу. Что дальше? На моем экране видны индукционные кольца. Вытащите конденсатор, чтобы дестабилизировать реактор. Вынимайте, Сэр. Похоже, начинается перегрузка. Убираемся отсюда. Нет, Сэр. Ядро еще тернется. Чтобы начать реакцию, нужен заряд. Я там уничтожил сталь. Взрыв вызовет ослабленение ядра. Взрыв запустится в ту реакцию и освободит корабль. Должен быть другой выход. Боюсь, другого пути нет. Понимаю, что вы колеблитесь, Капитан. Не волнуйтесь. Я готов. Удачи, Рэй. Было честью знать вас сюда. Это честь для меня, Металладин. Рэй, мы можем двигаться. Активируй систему наведения. Система наведения активирована. Управление на тебе. Поняла. Пероуправление. Цель отмечена. Огонь по моей позиции. Рэй, уходи отсюда. Стреляй по моей позиции, Солтер. Я не могу, Вик. Нора, выполни задание. Это приказ. Оружие к бою. Всем постам разрешается открыть огонь. Орудие. Секция 5-1. Открыть огонь. Открыть огонь. Обнашусь в реагене. Антимунистративный минус. Разрешусь в контрмеры. Держать здесь. Держать здесь. Сконцентрировать огонь. Сконцентрировать огонь. Стреляйте. 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 Толок. Командал Рейесс и лейтенант Солтер были готовы пожертвовать свою жизнь и их residents. Приняв ближний бой с превосходящими силами противника. В ходе операции он уничтожил значительное число кораблей противника. И взорвано орбитальное вверх фронта оборудован колоний. Наши офицеры совершили настоящий подвиг. Больше в традициях космосфлота. Мир павшему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 У меня скоро будет замечательная дочь. Разве я могу желать большего? Я люблю тебя, Оливия. Дай жизнь нашей малышке и вырасти её для меня, рассказывая ей про папу. И прошу тебя, не бойся искать своё новое счастье. Несрин. Здравствуй, малышка. Я улетел до твоего рождения. Прости, что я не смогу видеть, как ты растёшь. Папа всегда хотел сделать этот мир лучше. Поэтому ты и родилась. Вспоминай меня в своих молитвах и старайся делать хотя бы по одному доброму делу в день. Берегите себя, родные. Виктор. Мои дорогие дети, поскольку вы получите это письмо только в случае моей смерти, оно покажется вам весьма печальным. И всё же мне хочется, чтобы вы поняли, что это не так. Я всегда ощущала, что время нашего пребывания на земле, которое мы зовём в жизнь, наш временный дар, который нужно употребить на служение чему-то более важному, чем мы сами. Смерть ожидает нас всех. Здесь нечего бояться. Я любила свою работу, но ненавидела войну. Но каждый день я также выполняла тайное задание по защите вас, моих сыновей, от любой угрозы вашему благополучию. Пообещайте мне, что проживёте жизнь, как подобает. И позаботитесь друг о друге. Люблю вас всем сердцем. Мама. Мама и папа. Когда я стал десантником, то сказал себе, что готов отдать жизнь за правое дело. Если я не вернусь домой, значит так оно и случилось. Надеюсь, что я умер героем, и вы можете мной гордиться. Я обещал себе не сближаться со служивцами, но это оказалось невозможно. Я не давал воле страху, пробивалась только тоска по дому. Мама, прошлой ночью мне снилось, что ты готовишь ужин. Да, мои любимые отбивные. И мы все сидим за одним столом. Передайте тёте Джойс, что я её люблю. Поцелуйте за меня, Бейли. И подарите ей новый теннисный мяч. У всех здесь есть матери и отцы, но у вас с папой я единственный сын. Простите, что я не смог вернуться. Сэмпер Фиделис. Ваш любящий сын тот. Марта, служба на флоте увела меня далеко от всего, что я люблю. Дома, моих животных и тебя. Я знаю, как важна моя работа и готова на всё, даже на это. Армия не лишила меня жизни, я отдала её добровольно. Знаю, тебе сейчас нелегко. Прошу, не плачь обо мне или о нас. Плачь о мире, в котором есть место войне. При мысли о тебе сердце колотится, как бешеное, а на лице появляется улыбка. Я смеюсь, и сослуживцы считают меня жизнерадостным человеком. Так и есть. Ведь у меня есть ты. Твоя навеки. Этида. Мой милый Эндрю, началась неделя флота. Корабли стоят на земле под закатным небом. Я дома. Хотя, какой может быть дом без тебя? Знаю, что у меня было то, о чём большинство женщин только мечтает. Ты наполнял мою жизнь смыслом. С тех пор, как наши взгляды встретились, я постоянно думала о тебе. И сейчас думаю. Стремление сделать карьеру разрушило мой брак и лишило шанса создать семью на всю жизнь. Но флот приучил меня выполнять задачу любой ценой. Я не перестаю тебя любить, где бы я ни была. Спасибо. Быть с тобой вместе – это счастье. С любовью, Лаура. Даже не представляю, как сын должен приветствовать отца, которого не видел всю жизнь. Пожалуй, напишу «Привет, папа». Я, наконец, вычислил твой адрес через кадровый центр Вашингтона. Мне пришлось предъявить свидетельство о рождении, чтобы доказать родство. Хочу, чтобы ты знал, что я пошёл по твоим стопам. Я поступил во флот. Думал, что ты будешь гордиться мной. А когда мы встретимся, нам будет о чём поговорить. Я поступил на стрелковые курсы и выучился на снайпера. Но со временем моё зрение ухудшилось, и я стал инструктором. Сейчас я служу на крейсере ЮНСА «Возмездие». Мама умерла в этом году. Перед отлётом я заглянул в наш старый дом и нашёл там коробочку с твоей серебряной звездой. Она хранила её всё это время. Жаль, что я не знал, что ты ещё в Теннессе. Я бы заглянул в гости. Мы бы выпили пивка и поболтали. Я прощаю тебя за то, что ты ушёл. Надеюсь, моё письмо тебя не разозлит. Спасибо, что помог мне прийти в этот мир. Я старался быть хорошим человеком. Майнорд Гриффин Субтитры создавал DimaTorzok О чём думал Олдер? Пожар, 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 пожар. Стратегические манёвры не доходят. Пожар, стеки 127, 47 мимо. Скажите, мы хотим повидать капитана Олдер? Мостик недоступен с самого начала Ордер. Питан Гиз Гибсон, слушай её. Ясно. Что с потерей? Многие вернулись? Скар-2 на борту. Кроме них, только вы. Твою мать. Посмотри, нам нужно встретиться с капитаном. Да, мы не жертвуем экипажем, предчисленным превосходстве врага. Идём на мостик. Давай, Фузов, быстрее. Всем командирам собраться на мостике. Повторяю, всех командирам.